В связи председатель правления Российского Исторического Общества, исполнительный директор Фонда Истории Отечества Константин Могилевский. Рад приветствовать в очередной раз. И начать хочу с момента, о котором очень многие сегодня меня спрашивали, что как же так получилось, что УПА, которая была боевой ячейкой АУН, тут я должен добавить, поскольку мы в федеральном эфире, что и АУН, и УПА у нас запрещенные организации, как же так получилось, что в Советском Союзе они не были осуждены, а что, по сути дела, весь основной удар пришелся на немецкие какие-то такие организации, а вот эти вот, которые были ярко выражены, идеологически оформлены, они оказались без вот такого судебного решения. Добрый день, Роман Сумбатович. Рад встрече. Знаете, это непростая история. Тогда ведь руководство страны серьезно думало о том, что с этим делать. И они сделали ставку на интеграцию вот этого западноукраинского сообщества в такую общесоветскую жизнь. И предпринимались меры какие-то, планировалось переселение части людей оттуда, в другие регионы Советского Союза. Наоборот, туда переселяли и рабочих, и учителей, что очень важно. Но потом, знаете, вот в числе таких непонятных, на самом деле необъяснимых решений Хрущева, решение о возвращении всех обратно. И вот о создании фактически на территории Западной Украины, воссоздание такой спящей античеловеческой ячейки. И вот она проснулась. И, на мой взгляд, я думаю, что я тут недалек от истины, то, что происходило на Украине в 90-х, в 2000-х годах, можно интерпретировать как победу вот этих бандеровцев, неонацистов, людей с абсолютно античеловеческой идеологией над всеми остальными жителями Украины, над русским, украинским народом. Они их победили, они навязали им свою волю, и они довели вот эту молодую нашу соседнюю страну до национальной катастрофы. Самое-то здесь поразительное состоит в том, что вокруг УПА сложился культ, я вот его лично сравниваю, да, во многом вот с моделью, как в Советском Союзе, был культ условно там первых комиссаров в пыльных шлемах, да, или там латышских стрелков, чей образ в кинематографии, там, я не знаю, в художественной литературе, вот в этом научпопе, он абсолютно не соответствовал тем реалиям, которые были там с 17-го по 20-й год, но тем не менее этот лубок всем запомнился, да, и он до сих пор прекраснейшим образом функционирует. И то же самое произошло вот с этим человеком, ненавистническим сообществом. Это же, речь же не только про одну УПА. Это тоже самое относится к ветеранам дивизии СС Галичина, а мы знаем прекрасно, да, что параллельно они, вот помимо нынешних добрбатов, они открыли у себя организацию общественную, которая называется кадровый резерв дивизии СС Галичина. Это вот эти молодые выродки, да, вся эта символика и так далее, и так далее. Но обратите внимание, что мир на вот эту яростную, лютую героизацию нацизма вообще никакого внимания не обращает. Дело не в том, проголосовали там в ООН в декабре, да, вот традиционно за российский проект резолюции об осуждении нацизма, а вообще этой темы нету как таковой. То есть Европа, которая, по идее, там, сколько деклараций на уровне Европейского Союза приняла, там, с лютым осуждением нацизма, запрещены символы, да, нельзя там исполнять определенного рода песни. Но в случае с Украиной, просто стерильная такая атмосфера максимальной доброжелательности. Почему так? Ну, потому что они долгое время покровительствовали этим выродкам, в какой-то степени, можно сказать, выпистывали их. Это история давняя. Знаете, сегодня мы отмечаем, вообще говоря, сегодня великий праздник, праздник покрова Престой Богородицы, который бандиты пытаются украсть, да, и заменить его праздником вот этой бандитской организации. Но дело в том, что и дата-то эта, которую они себе выдумали, она фейковая, она не настоящая, потому что, ну, известно, что Шухевич ее после войны уже вписал в какие-то документы, потому что 18-го, потому что 16-го октября 42-го года, 14-го октября, он служил в СС. И, можно сказать, он так вот пытался смикшировать свое пребывание на службе у гитлеровцев. Но никакого секрета нет. Вы знаете, вот сейчас же вышла эта замечательная книга, очень важная, своевременная сборник документов, «Черная книга», подготовленная Российским военно-историческим обществом. А я вот достал у себя в шкафу, 10 лет назад вышел двухтомник, украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Вот здесь сборник документов из разных архивов, из архивов наших спецслужб, в том числе из архива ФСБ, из архива службы внешней разведки. Даже тогда какие-то документы из архива СБУ смогли вытащить. И вот здесь, знаете, есть доклад, не доклад, а протокол допроса офицера Абвера военной разведки Шольца. И вот он пишет здесь, что в политическом отношении ни я, ни Канарис, шеф Абвера, не давали Бандере никаких гарантий, исключением туманного обещания помочь освободительным чаяниям украинских националистов, в случае их активной работы на германскую разведку. Впрочем, украинские националисты и без политических гарантий верой и правдой выполняли наши указания, так как они уже много лет существовали исключительно на деньги германского генерального штаба. Это Шольца, это начальник отдела диверсионной работы Абвера. И потом, уже в 44-м году, в 45-м, это видно из документов опубликованных, когда они поняли, к чему дело идет, они стали пытаться установить контакты с англичанами и с американцами. И, очевидно, в этом преуспели. И были там и посредники, и Отто Скорце не упоминается в этой связи. Поэтому, почему, собственно, такая сильная националистическая украинская организация оказалась в Канаде? Вот это, в том числе, результат вот тех самых процессов, переговоров, которые были в 44-м, 45-м годах. Поэтому многие из тех, кто реально управлял процессами на Западе, понимали, зачем им нужны и зачем им пригодятся в будущем последующие Бандеры, Шухевич и других бандитов. Вы показали двухтомник. И, соответственно, я просто обязан об этом поговорить. У него же очень тяжелая судьба. У него тираж был тысячей экземпляров. Всего лишь. И половину тиража, сдуру, а я по-другому это не могу назвать, взяли и отвезли на Украину, где начали всем раздавать. Естественно, никто эти кирпичи читать не будет. Вот сейчас вы упомянули черную книгу, которую коллеги с РВИО выпустили. Но, в принципе, если зайти в российские крупные книжные магазины, ноль целых, чьих десятых будет там, где монографии с осмыслением, что есть такой украинский радикальный национализм, где сборники документов. Ведь документов по этому поводу чрезвычайно много. Но, да, есть вот этот двухтомник, упомянутый вами, он у меня тоже есть. И есть ведомственные сборники документов, которые выходили еще меньшим тиражом, и которые нормальный человек ни при каких обстоятельствах бы получить не мог. Почему мы, да, до сих пор не пользуемся своим знанием, я имею в виду на уровне всего российского общества, чтобы донести до людей, что это такое? Потому что у многих, ну это же не является, в общем, никакой тайной, да, у многих представление о бандеровщине возникло не в результате того, вот что сейчас они делают. Окупянская резня, которая вообще ничем не отличается от всех прочих актов. Террора и геноцида. А на основе каких-то там приключенческих романов, вот это там, чемодан Павла Пановоробкевича, вот эта чушь такая, просто элитная, да, квинтессенция глупости. Но, тем не менее, у нас уже поколения выросли именно на этой макулатуре, а мы вот не доносим. Что нам еще надо сделать, чтобы, условно, вот человек мог послушать нас с вами, да, в эфире, пойти в крупнокнижный магазин, купить, прочитать и осмыслить? Ну, Роман Суматович, мы с вами делаем, что можем, и вот этот наш сегодняшний разговор, я думаю, что он тоже не останется незамеченным, но многие его увидят, послушают, почитают. Поэтому, конечно, на мой взгляд, мы, люди с историческим образованием, должны делать все для того, чтобы рассказать о том, как оно было на самом деле, откуда оно все взялось. И вот образ, да, Бандераса вот такого, знаете, в телогрейке, там с бутылкой горилки, в кармане такого, значит, легкого, независимого от всех, он, конечно, нуждается в развенчании, потому что это не человек, и дикий зверь. Вот об этом надо говорить. От них даже нацисты отказывались, они с ними справиться не могли. Бандеру, значит, посадили в тюрьму, в лагерь, значит, с Мельником пытались как-то договариваться. Кстати, да, вот ирония судьбы, однофамилец и тезка, вот этого самого Андрея Мельника, одного из бандитских лидеров, значит, тут одна из медийных фигур вот этого киевского режима намедения, Илона Маска обматерил. Так вот, мне кажется, что нам нужно популяризировать то, что есть, больше рассказывать, показывать людям. Но вот этот двухтомник, ну, я понимаю мотивы тех, кто отвез его на Украину, думали достучаться до каких-то здравых сил, которые там, конечно, были, да и сейчас ездят в подполье. Просто они потерпели поражение, сейчас сокрушительно не получилось. Но в интернете вот этот сборник есть. Есть электронная библиотека исторических документов, это один из проектов Фонда Истории Отечества есть на сайте. И там, пожалуйста, контекстный поиск по документам, по этим возможно. И я очень рекомендую тем, кто склонен анализировать происходящие события и искать их истоки, и стараться увидеть корни какие-то исторические того, что происходит, понять этих людей, а вернее нелюдей, обратиться к историческим документам, которые опубликованы и есть на этих ресурсах, о которых я сказал. Естественно, я целиком и полностью поддерживаю эти слова и могу только повторить, что, друзья, читайте, интересуйтесь. Знание – это очень серьезное оружие. Ничейного знания не бывает. К сожалению, к огромному. Мы вынуждены зачастую повторять одно и то же. Константин Ильич, спасибо огромное за включение в эфир «Соловьев Лайф». Константин Могилевский – представитель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества». «История Отечества». Продолжение следует...